Сегодня у репетитора, никого не трогаю, заглядываю в телефон и вижу сообщение от классной руководительницы. А у меня нужно разблокировать, чтобы посмотреть, что там за сообщение. Я быстренько, пока репетитора не видит, разблокирую, смотрю, она мне звонила. Я говорю, что случилось? Что-то срочное? Она мне говорит, перезвони мне. Я говорю, это срочное? Да, это срочное, что так трудно взять трубку. У меня инфаркт. Я думаю, что я сделала? Я думаю, ну она же не будет просто так по пустякам говорить, что это срочное, звонить мне там, да? Два пропущенных у меня от нее было. Я думаю, все. Я же говорю, у меня все, у меня из дома выгонят. Все, а куда, вот что я сейчас буду говорить маме? Хотя я не знаю, что я еще сделала, но я уже все. И у меня началась паника, у меня начало темнеть в глазах, я начала что-то придумывать. У меня просто трясутся руки, мне плохо. Я быстренько выхожу от репетитора, и у меня мутнеет в глазах, я не могу просто. Я звоню, спрашиваю, а что случилось-то? Ой, Ангелина, знаешь, у нас конкурс завтра. Экология или биологи юные, скажи, чтобы маски с перчатками взяли. Я не могла отойти 20 минут. А вы тоже не понимаете, почему дети во втором, в первом, в третьем классе сейчас такие наглые? Например, когда я была в начальной школе, я считала восьмиклассников, девятиклассников такими взрослыми людьми, даже в какой-то степени их уважала. Я им и слова сказать не могла, ни хорошего, ни плохого. А врезаться в них на перемене, когда я играла со своими одноклассниками, это просто был мой страшный сон. И какие же сейчас первоклассники у нас в школе? Я гуляла спокойно по своему среднему звену, заметьте, там не должно быть первоклассников. Но тут просто из ниоткуда появляется этот титан и врезается в меня. Я аж чуть не отлетела. И вместо того, чтобы молча встать и уйти, а еще лучше извиниться, он еще что-то вслед там мне кричал по типу, смотри, куда идешь. Я такая, ну офигеть. Еще этим летом я работала вожатой в школьном летнем лагере, у нас были вторые и третьи классы. Так вот эти маленькие титаны могут спокойно тебя покрыть трехэтажным матом. Им абсолютно все равно, что ты их старше практически в два раза. Вот честно, я в их возрасте даже заговорить боялась с 14-15-летними школьниками. Короче, всем здравствуйте. Я сбежала из больницы, в которой лежала. И да, это правда. Это произошло вчера. Чтобы вы понимали, можно сказать, что нас там вообще не кормят. Завтрак, каша, обед, каша, ужин, каша! Я успешно ей отравилась, у меня до сих пор болит желудок. Телефоны мы вообще заряжали по расписанию, прекрасно, я считаю. Также каждый день нам давали какие-то непонятные таблетки, вообще не пойми от чего, честно. Дальше оказалось то, что мне их вообще в принципе нельзя было пить. А еще каждый день меня заставляли полоскать горло, вообще какой-то непонятной жижей. Также стоит сказать то, что врачи нас каждый день обыскивали. До такой степени, что заставляли даже показывать содержимое пеналов. А еще нам могли на пару дней спокойно отключить горячую воду. И как бы это ладно, было бы еще лечение. Чтобы понимали, его там тоже особо и не было. Физкультура и массаж проводятся в одном зале. Одновременно проводится и проводит один и тот же человек. В то время как у меня мог быть массаж, у мальчиков могла быть физкультура. То есть я должна была прийти, при них раздеться, и чтобы мне при них же делали массаж. Спасибо. Меня еще спрашивают, почему я так рано уезжаю. Начала я как-то завести себе карточку. Когда мне ее дали в Сбербанке, я пошла прямо в пятерочку с этой картой. И когда я подошла на кассу, кассир говорит, прикладывайте. А я, ну, не знала, что она прикладывается, я знала, что ее надо вставлять. Я говорю, она не прикладывается, она вставляется. Да, девушка, ну у вас тут, в принципе, не тысяча, не больше тысячи, так что вы можете ее прикладывать. Я говорю, конечно. И начала ее вставлять. Потому что она не прикладывается, она у меня вставляется. Потом, когда я пришла домой, я поняла, что она может и прикладываться. Ночью я проснулась от уведомлений из Сбербанка онлайн. И увидела, что кто-то перевел мне пять с половиной тысяч рублей. Я не знала, кто это сделал, и подумала, что это сделали по ошибке. Но номер карты и телефона я не видела, и связаться никак с этим человеком не могла, поэтому ждала, пока мне напишут. Прошли сутки, ничего не произошло. И я решила, ну если мне такое счастье от судьбы привалило, грех не воспользоваться. И я решила эти деньги потратить с пользой, инвестировать, так сказать. И заказала себе на все деньги шмотки с Шейна. На свой страх и риск, конечно. Со мной так и никто не связывался, и я подумала, ну ладно, подарок с судьбы. И тут через несколько дней выясняется одна хорошая новость, одна плохая. Хорошая в том, что на самом деле эти деньги были мои. Плохая в том, что эти деньги были отправлены мне рекламодателем на покупку товара на рекламу. И часть этих денег была менеджера. Ну а что, ну я уже инвестировала эти деньги в покупки, в свое хорошее настроение. Какими же прекрасными были дни, когда я думала, что просто судьба меня любит. И это подарок за все страдания. Мне сейчас напомнили одну историю, которую я отчаянно пыталась забыть всегда и не вспоминать никогда. Потому что опозорилась я там, дай боже. Ходила во многие танцевальные студии в Алмате и была во многих танцевальных коллективах. И, соответственно, есть отчетные концерты и всякие выступления. На одном таком выступлении, где было плюс-минус полторы тысячи человек, где выступал наш танцевальный коллектив, нас позвали на сцену, дали мне микрофон, чтобы я представилась и сказала название группы. Во-первых, я забыла свою фамилию. Потом вместо того, чтобы сказать «Штром», я сказала «Шторм». И забыла название нашей группы. Потом на движении «Крис Кросс», ну, танцоры поймут. Это, короче, когда вот так вот ножками делаешь. Я почему-то запнулась об свою же ногу и шлепнулась на задницу. Вместо того, чтобы встать и сделать вид, будто бы все так и должно быть, я продолжала сидеть и смеяться. Полторы тысячи человек видели это. Какой позор. Но это еще не все. Когда мы выходили со сцены, там были ступеньки, я еще и, короче, на них упала. И задница прямо вот так вот прокатилась. Господи, как все ржали. У нас было три подруги. В один вечер одна из нас осталась дома, чтобы забить кальян. А мы со второй девчонкой пошли в магазин. Так как на улице было тепло, мы пошли в пижамах. Та девчонка, которая занималась кальяном, говорит. Слушайте, вы давайте быстрее. На улице небезопасно, может вам нож дать. Мы такие, да не, нормально, что будет, нам перейти дорогу и все. Мы выходим из подъезда. И видим компанию, которая стоит с пивком. На пальце вот так крутит ключи. Мы объехались, пролетаем мимо них. И нам вслед летит фраза. Эй, красивые, постойте, куда же вы бежите? Иначе мы вас сами догоним. Мы залетаем в этот магазин. У нас просто трясутся руки, потому что там огромная компания. И все как бы ну пьяные. Мы в панике звоним этой подруге. Говорим, что ну это как бы жопа. Если мы сейчас просто пойдем обратно, то вообще непонятно, что может произойти. Она кладет трубку. Мы такие, ну ладно, даем сами. Выходим из магазина и видим картину. Как она идет в батиных берцах. С ножом и агрессивным взглядом смотрит на них. Зато у них сразу отпали все вопросы. Самое худшее, что я встречала в своей жизни, это дружба втроем. Сейчас расскажу почему. Ну так вот, у меня была подружка, которая была мне как сестра. Мы были просто офигенными подружками. До одного момента. Мы захотели что-то вкусненького и пошли в магазин. По дороге одна девочка захотела с нами познакомиться. Спрашивала, как вас зовут, давай дружить. Мы согласились. Боже, какая это была ошибка. Мы дружили хорошо дня 4, но потом началось. Та девочка захотела в гости к моей подружке. Но мама моей лучшей подружки не разрешила играть втроем и сказала играть на улицу. Как я удивилась, когда она сказала, ладно, мам, мы будем в доме, только мы будем играть вдвоем. Она взяла за руку новую подружку и пошла. Когда мама или папа говорят вам в детстве. Надень шапку, а то заболеешь. Все поступали примерно вот так. Практически каждый в возрасте 10-17 лет, ну типа в школьное время, пытался заболеть. Потому что наконец-то ты можешь не делать домашнее задание. Поиграть нормально в комп, чтобы тебе никто не мешал, когда родители уходят на работу. Поспать нормально, наконец-то. Но при этом, когда мы заболевали, мы все равно думали, блин, фигня какая-то. Но были и другие способы. Были способы заболеть, не заболевая. Мы использовали несколько способов. Первый способ. Сожрать гриф или от карандашей. При определенной дозе у тебя температура подскочит до 37,5. Держаться она будет около 3 часов. Мы так даже в школе на переменах делали, просто чтоб свалить. Чуть другое слово не сказал. Способ номер 2. Сначала сказать маме о том, что у тебя температура. Мам, мне кажется, я заболел. Почему тебе кажется, что ты заболел? Потрогай мой лоб. Не фигня какая-то, лоб в порядке. Возможно, у тебя тоже температура. Ладно, сейчас принесу градусник. И когда мама дает градусник, ты просто прикладываешь его к батареи. Только не передержите, потому что градусник может лопнуть. Третий способ. Он гадкий, но относительно гадкий, все мы это делаем. Почистить зубы после еды. Наш организм устроен так, что буквально через 30 минут вам захочется срать. До школы вы дойти не успеете. Поздравляю, вы дома, с диареей. Короче, когда я был маленький, мы с мамой поехали на рынок. И там были цыгане. И помимо мамы там была сестра, бабушка, еще кто-то. И мы, значит, стоим с бабушкой, с мамой, выбираем там товар, еще что-то. Мы такие смотрим, а подруги мамы нет вообще. Ну, мы подумали, что она где-то сзади там выбирает себе что-нибудь купить. Какие-нибудь сувениры саны. И вот, значит, разворачиваемся. И я такой говорю маме, мама, типа, там какие-то женщины крутятся вокруг твоей подруги. Она разворачивается и видит, там просто цыгане вот так в кругляшок собрались. Вот такой кругляшок, как обруч. Нормально. И стоят там, что-то говорят ей. И уже эта подруга начинает доставать кошелек, уже бабки им. Тут прибегает моя мама, как херакнула на эту цыганку. Сразу забрала кошелек, отдала подруге. Короче, прикиньте, давайте вот цыгане, они такие... Мои волшебные. И все. А если вот я подумал, я один буду идти, да? Они меня в этот круг возьмут, свой обруч. И что я делать буду? Я им бабки отдам квартиру. У меня есть лучшая подруга, Карина. Мы знакомы с первого класса. Она среднего роста, худенькая, у нее черные волосы и красивые карие глаза. Карина очень скромная, но несмотря на это, у нее превосходное чувство юмора и часто она любит пошутить на уроках. Ну а я эмоции сдерживать не умею и ржу над ее шутками. Из-за этого на меня с непониманием начинают пялиться одноклассники. Кстати, Карину еще ни разу не спрашивали на уроках. Вот ей повезло. А одноклассников своих я не люблю. Они постоянно косо смотрят на меня. При малейшей попытке начать с ними общаться, они меня просто игнорируют. Карина постоянно успокаивает меня, утверждая, что эти ребята просто придурки и нам не ровня. И я с ней согласна. Однажды мои родители увезли меня из дома, не сообщив, куда мы едем. Я расстроилась, так как хотела погулять с Кариной. И вот мы подъехали к небольшому зданию. Поднявшись на второй этаж, родители сказали мне подождать, а сами зашли в кабинет. Когда я устала ждать, я подошла к двери подслушать, о чем родители говорят с врачом. Поначалу доктор что-то невнятно болтал, но дальше он сказал такое, что оставил осадок во мне на всю жизнь. У вашей дочери шизофрения. Я в 14 лет очень часто лунатил, и знаете, это было очень удобно, потому что, когда я лунатил, я обычно убирал свою комнату. То есть я засыпаю вокруг срач, просыпаюсь, чистота. И это было так удобно, я как будто жил с дворецким, который все за мной убирает. И со временем это пропало, теперь убираю комнату я. Максимум, что бывает, это я могу проснуться от того, что пытаюсь съесть подушку. Зачем я это делаю, я не знаю. Но в одной руке у меня воображаемая вилка, которую я пытаюсь ее проткнуть. Но однажды, когда мы с другом поехали в лагерь, мы увидели там лунатика пожестче. Мы ложились спать поздно, поэтому постоянно заставали, как он встает посреди ночи и уходит. А находит его в другом конце лагеря. Как он туда добрался, никто не знает, а иногда он вообще забегал и воровал женские трусы. Не говорите, что вы в детстве или в подростковом возрасте не создавали фейков. То есть это когда ты берешь фотографии красивой девочки и начинаешь общаться с разными людьми от ее лица. Мы с подругой такой фигней занимались постоянно. Мне так стыдно. И вот однажды мы создаем страницу такой красотки и начинаем писать парням с нашего города, конечно же. Но самое прикольное, что мы создаем страницу девочки, которой лет 25, нам 12 и мы, соответственно, пишем с ошибками. Вот однажды мы общались с одним мужчиной, общались с ним пару недель. И он назначает нам свидать. Вы, наверное, думаете, мы сразу кинули его в честь и перестали с ним общаться. Но нет. Мы, конечно же, решили с подругой пойти с ним навстречу. А чего бы нет? Общаемся уже две недели. Сколько лет назад моя крестная шла с работы и увидела в парке на лавочке мужчину с барсеткой возле себя. Он, видимо, дремал, но не выглядел алкоголиком или бомжом. Она увидела, что его пасут два копника и подбирают момент, чтобы стащить его сумку. Крестная тетка боевая и в беде мужика не бросила. Она подошла, разбудила его, привела в чувство и помогла добраться до метро вместе с ее счетной, подтусовавшейся женщиной. Довели, смотрят, а эти парни тоже за ними пришли. Но тогда крестная решила и в метро его отвезти до станции, чтобы со спокойной душой уйти домой. Хотя и было ей совсем в другую сторону. Зашли они в вагон, те парни уже их не преследовали, а мужчина этот пришел в полностью адекватное состояние и сказал «Спасибо вам, конечно, за бдительность, но мы этих ребят два месяца выслеживаем». Оказалось, это был полицейский под прикрытием. Когда произошла максимально отвратная встреча с моей классной руководительницей. В общем, чтобы вы понимали, я закончил школу четыре года назад. И я, как бы вам помягче сказать, надеялся, что в жизни больше не увижу эту старую стерву. Но тут я стою в магазине и понимаю, что она стоит рядом со мной. И я такой... И вдруг она резко «Сережка, ты что ли?» И я такой... Блядь. И чтобы вы понимали, знаете, какие были ее первые слова? Ой, посмотрите, волосы покрасил, ногти разукрасил. Что такое, Сереж? И я стою такой думаю «Зай, какие еще факты расскажешь обо мне?» И вдруг она мне выдает. Ой, вот я тебя сейчас с него увидела, перекрашенного, разукрашенного, знаешь, какое-то уважение к тебе потеряла. И я такой, типа, мммм... Окей? Ну, иди поищи, раз потеряла, моя хорошая. Когда вы мочитесь, небольшое количество мочи входит в ваш рот через гланды со слюной. Но не переживайте. Ученые утверждают, что свежая моча чище, чем слюна. Бабки у моего подъезда утверждают абсолютно то же самое. Нет поводов волноваться. В 18 веке в Турции существовал особо жестокий метод казни. Женщину, улеченную в прелюбодеянии, Зашивали в мешок с кошками и топили.